Приветствую вас. История про то, что автор вопроса влюбилась в своего начальника. И, соответственно, говорит о том, что вначале он проявлялся немного внимания, делал комплименты, рассказывал о себе, не обижнялся зарплатой. Сейчас отстранился, перестал писать и звонить, хотя по-прежнему каждый день подходит общаться и делать комплименты. Говорит, что уходит от жены. Вот. Автор вопроса начала с ним общаться, чтобы разведиться, в отличие от предыдущих драматичных отношений, и сама не заметила, как влюбилась. И пишет, не могу понять, у него чувства ко мне или он просто наиграет. Ну, здесь в первую очередь аноним, а автор вопроса пожелал остаться анонимным. Здесь в первую очередь аноним хочется сказать следующее, что если этого не знаете вы, то не знаем мы и подавно. Потому что мы человека не видим. Но с точки зрения психологии я бы сказал следующее, что складывается такое впечатление у меня, как будто бы вы, знаете, как, как будто бы вы, ну вот, как будто бы вы мечетесь от мужчины к мужчине, от мужчины к мужчине, вот. Такое у меня ощущение складывается. Как будто бы вы пытаетесь, вот, пустоту в себе, да, в своей личности, какую-то вот брешь, залатать. Вот, с помощью мужчин. Потому что прошлые ваши отношения, предыдущие, которые вот тоже, да, драматичными были и так далее, прошлые ваши отношения, они ведь не сложились, не просто так они не сложились, они не сложились по ряду, так скажем, причин. И ваша задача, как мне кажется, понять для себя, понять для себя, что произошло, понять и увидеть, что случилось, понять и как-то вот проанализировать свое поведение для того, чтобы вы могли в будущем и, может быть, прямо сейчас, да, собственно говоря, это подкорректировать, вот. Потому что сейчас, как мне кажется, такой возможности у вас нет. И это, на мой взгляд, очень печально, что у вас нет сейчас вот такой возможности. Поэтому я думаю, что начать нужно, первое, с вашей самооценки и с выстраиванием личных границ, с работой над вашими ценностями, над поведением и над обретением внутренней опоры. Потому что сейчас отношения, на мой взгляд, вы выстраиваете не с этой позиции, да, а с позиции все-таки вот какой-то такой получается зависимости. И, на мой взгляд, ничего хорошего из этого получиться не может, в принципе. Понимаете, да? Какая штука, какая штука. Я думаю, что вот такой ответ вам можно дать. Чтобы вы как-то вот не гадали, да, не мучились в догадках, а чтобы вы выстраивали, ну, все-таки вот, по возможности такие вот хорошие, качественные отношения с тем, кто вам действительно нравится и кому вы чувствуете, а не чтобы отвлечь. Потому что в этом смысле получается как раз таки, что мужчина является костелем для вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. По опыту я могу сказать, что мужчина скорее во мне играет, потому что, ну, опять же, по опыту, если человек хочет, ну, условно говоря, закончить отношения свои, он их заканчивает, вот, и особо об этом не распространяется. Вот. Если мужчина говорит о том, что он хочет уйти от жены, ну, как бы, зачастую он не уходит, потому что, ну, как бы, говорить это одно, делать это другое, а мужчины, в принципе, не такие энергичные, и именно по опыту, именно по опыту я могу сказать, что меньше, меньше процентов того, что вот мужчины уходят. Вот. И оно, вы себя спросите на данный момент, да, какие чувства у вас, и уверены ли вы в том, что то, что вы чувствуете к мужчине, это только влюблённость? Уверены ли вы в этом, что это только влюблённость? Понимаете? А вот там. Эм, потому что, вполне может быть, такая история, что помимо влюблённости, там есть что-то ещё. И очень важно понять, что там есть, ещё, помимо влюблённости. Понимаете? На этом всё. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok